КОНЕЦ Ты же клялся, Яша. Мы же договаривались. Это свинство, в конце концов. Что ты всю дорогу кудахчешь и кудахчешь? Кудахчешь. Ну все, Яша, ты уже меня достал. Бу-бу-бу. Бу-бу-бу. Все. Бу-бу-бу. Не понял. Что? Что за чёрт? Ольга! Ольга! Ольга Анатольевич, вы этого не помните. Ольга Анатольевич, эту развалину немцы после войны строили. У меня бабуля в таком жила. У неё всегда пахло булочками с корицей и почему-то жареная картошка. А у нас здесь запахи двух разлагающихся трупов. Красивые у вас детские воспоминания, Олег Анатольевич. Ольга Анатольевич, там внутри всё совсем не так прекрасно. Идёмте. Слышали, как сказала? Идёмте. Убитые хозяева квартиры. Ольга Воронина пятьдесят второго и Яков Воронин пятьдесят седьмого. Обнаружены участковым, он же вызвал полицию. На месте остались документы и драгоценности. Я не пойму. Что здесь разбирать, а? Ну видно же алканавты. Нажрались, подрались, убили друг друга. Знаешь, я думаю, вот она нанесла мужу удары ножом. Он пока был жив. Ответил обухом молотка. Она дошла до прихожей и умерла. Да. Ещё две смерти из тысячи похожих. Да. Предлагаю всё-таки до вскрытия выводов не делать. И смерти все разные, между прочим, Олег Анатольевич. И часто непредсказуемые. Непредсказуемые. Пройдёмте туда. Только после вас. Ох, к вам усы идут. Мужчина умер где-то около часа назад. Причина смерти обильная кровопотеря из-за повреждения внутренних органов. Предположительно орудие убийства, но это надо проверять. Нож в руках женщины. Женщина примерно в то же время умерла. Причина смерти удар тупым предметом зазубринами в лобную кость. Да, судя по запаху, выпивали оба. Ну и по пятнам крови могу сделать вывод, что тела не перемещали. Вот вы сейчас с умным ведом изложили очевидные вещи. Слово в слову, повторив то, что сказал вы я. Ну, во всяком случае, подтвердили версию взаимного убийства на бытовой почве. Ну, хотят. Ну, это вскрытие покажут. Правда же? Очки. Ростик. Как вам эти руки? Очень красивые. Музыкальные такие. Нежные. Артрит настолько украшает? Своеобразные представления о красоте. Я имел в виду, они лет сорок назад были музыкальные. А у Ольги давно проблемы с суставами. Воспаление, деформации. В общем, вторая стадия ревматеоидного артрита. Так. И? Один на другой руке тоже. Ой, господи. Зиновий Викторович, вы написали отчет, что все в порядке, я звоню наверх. Говорю, что дело можно закрывать, что с нашей стороны препятствий нет. И тут, откуда ни возьми синга, Викторовна пишет вот другой отчет. Как это понимать? Степан Степанович, если по-другому все сформулировать, наша версия тоже верна. Поверьте мне, по пьяни и артритными руками можно ножичком махать. А Вилкас это все специально оформила, чтобы нас с Олегом Анатольевичем дураками выставить. Так, вы не обобщайте. Я из другой структуры и к заключению отношений не имею. Ну, ладно, ладно. Структура другая, кабинет один. И очень честный. Зато столы разные. Ну, хоть столы. Тиман Степанович, можно? Пожалуйста. Вот я еще до заключения и до вскрытия могла сказать, что они не алкоголики. Ну, не живут так алкоголики. У них цветы политы, занавесочки чистые висят, тарелочки аккуратненько вот так, однако одной в рядочек стоят, плита чистая. Ну, простите, если так живут алкоголики, то мне больше нечего добавить. Поверьте мне, с похмелья тянет на чистоту. Тянет. А, ну, вам-то про похмелье, наверное, Зиновий Викентьевич, конечно, виднее. Не хамите. Ну, есть медицинский отчет, составленный судмедэкспертом, где написано, что деструктивных изменений в печени не обнаружено, слизистая не повреждена. Внутренние органы алкоголиков так не выглядят. Воронины не пили, тем более перед смертью. Инга Викторовна, на месте преступления вы почуяли запах алкоголя? Да. Алкоголь им влили в рот после смерти. А как же отпечатки пальцев Воронина? На бутылке? Как это? Как отпечатки там оказались, я не знаю. Ну вот. Ну, а могу сказать точно, что Воронина своего мужа не убивала. Невозможно артритными руками нанести четыре удара ножом. Артритными руками ложку с трудом держишь. Кстати, один из ударов пришелся четко в ребро. Степан Степаныч, я за счет бюро ножичек приобрела. Точно такой же, как у нас по делу проходит. Твою мать. Вы знаете, какая сила нужна для того, чтобы вытащить из ребра вошедший в него нож? Зиной Викентьевич, вот вы. Сильный, мускулистый мужчина. Пожалуйста. Не чертничайте. Я попробую. Черт. Отойди. Черт. Благодарю вас. Можно ножичек? Дальше самое интересное. Яков, вот скажите мне, пожалуйста, как он мог нанести ей второй удар в прихожей, если он кухню не покидал? Подождите, Инга Виктор, разве он не мог ударить в прихожей, потом в кухню? Ну, врезал в штангу и вопрос снимается. А вот, кстати, вот, хороший вопрос. Ростик, я больше не могу, у меня сил нет. Помоги мне, пожалуйста. В прихожей был смертельный удар. Вороня не мог убить ее в прихожей, а потом вместе с ней пойти на кухню, где от нее, получив четыре ножевых удара, опять ударить ее. И она опять пошла в коридор умирать? Это все у вас теория. А вот пальчики на бутылках — это факт. Белая горячка, состояние аффекта и привет. Так, Инга Викторовна, отчет переписать, оставить только медицину, никаких домыслов. Домыслами пусть полиция занимается, совещание закончено. Э-э, кстати, ножичек, ножичек — это за твой счет. И заметьте, я допускаю вас сколько? Исключительно из вежливости. И я вам за это очень благодарна, коллега. Кстати, ничего не скажу Степановичу, можете быть спокойны. Угу. Думаете, венецианское стекло? Нет, этого я точно сказать не могу. А кстати, где сравнительный анализ отпечатков? Пальцы есть на всех бутылках. Вряд ли они их собирали. Были бы разные. Ну, или кто-то ошибся в заключении. Зиновий, замечательный криминалист у вас умер. В смысле? Я и есть криминалист. Правда? Угу. Черт. Вот нахалка, а. Нет. Ну и? Ну что, вы хотели со мной поговорить? Инга Викторовна, я понимаю, что трупы нравятся вам больше. Но поверьте, я тоже достойен внимания. Больше, Олег Анатольевич, мне нравятся крепкий сон и вредная еда. Ага. Я хотела вас попросить кое о чем. Мне нужно разрешение на повторный осмотр его места происшествия. Попросить? Я думал дать указание. Сегодня все просят. Начальство вон требует дело закрывать. Завидная востребованность? О таком можно только мечтать. Ваше заключение ничего не меняет. Потому что убийства были совершены орудиями, которые были в руках. Я мог бы закрывать дело, но… Но я сомневаюсь. Но? Так… Мыслящий человек. И что же вы накопали? Изучил их биографию. Воронины были генетиками. Они их писали в журналах. У них дочка уехала в США. Они остались. Они родились, выросли, женились в этом доме. Поэтому бить друг друга не могли. Я вам верю. Вы правильно делаете, кстати. Я тоже кое-что накопала. А ну? На бутылках вообще нет пыли. Совсем. А во-вторых, отпечатки пальцев на бутылках только от левых рук. От левой руки мужа и от левой руки жены. Семейство левшей? Ха-ха-ха. Как смешно. Только не всем так весело. Им бутылки вложили в левые руки. Для того, чтобы снять пальчики. А в правых руках у них были нож и молоток. Ну, понятно. А в доме был третий. Настоящий убийца. Он не мог там не оставить следов. Надо идти еще раз. Хорошо. Я проверю. Короче, я простой участковый, а не Лев Толстой. То, что увидел, то и написал. Значит, пришел, смотрю, дверь приоткрыта. Захожу, смотрю, два шмара. Ну, я и вызвал полицию. Время смерти и вашего звонка примерно совпадает. Вспомните все, что было с момента подхода к их дому. Слышь, мужик! Мужик! Вали отсюда! Чего разлегся? Я тебе сейчас поддыхаю! Что вы говорили? Вспомните детально все с момента подхода к их дому. Ну, сколько детально? Ну, значит, подхожу к дому, смотрю, слева сидит голубь. Без одного третьего махового пера. А справа муравей махач устроили. Жуткий махач такой. А кто зачинщик, не знаю. Надо узнать. Кроме муравьев, кто-то третий был. Кто-то, может, входил или выходил из дома. Какой третий? Вы чего там в уголовке мухоморов пообжирались? Я ж тебе объясняю. Ну, старички, пасиньки. Взяли и зажмурили друг друга. Ты там как оказался? Плановый обход был. Поехали, покажешь мне этот план. Так его нету. Где я тебе его покажу? На бумаге нету. Старички одни живут. Я подумал, сойду, проверю, как они там. А, да. То есть ни с того ни с сего пошел к Ворониным в тот момент, когда их убили. Кто убил? Вот ты мне и расскажешь. Пойдем. Давай. Ого, смотри. Дежурный, это Олег Кончар. Окрепляй розыск. Салимов Роман Сергеевич. Да, участковый Игнатовского района. Второй участок. Давай, быстро. Зиновий Викентьич, мне ваша помощь нужна. Зиновий Викентьич, я тихо говорю. Ого. Вы первый раз в жизни набрались храбрости меня так в открытую игнорировать. Вы незаконно отправили к себе на почту снимки с моего компьютера. Ну, простите меня. Маленькая невинная шалость. Вы хотите, докладную на меня напишите. Ну, не дуйтесь вы, перестаньте. Идите сюда, мне помощь нужна. Я слив не могу открутить. Сами откручивайте. Понятно. Есть. Ну, как? Не оттаяли? Все, еще уголком протесте вижу. Да перестаньте вы, ну вы мужчины. Хватит дуться. Мир. Вилкс, вот скажите мне, почему вы все время ведете себя как стерва, у которой просто явно проблема в личной жизни? Зиновий Викентьич, я надеюсь, я вас не сильно расстрою, если скажу, что никакой личной жизни у меня нет. И кроме трупов, меня очень мало что интересует. Это я знаю. А пока вы там дуетесь, я здесь снова сделала за вас вашу работу. Работу, которую вы сами придумали. Здесь нет никаких следов посторонних. А вот это что? Чек — это не след постороннего. Чек на покупку флуоресцентного микроскопа для фиш-анализа. Стой, как моя годовая зарплата с премиями. Где здесь микроскоп? Нет микроскопа. Я бы заметил. Зиновий Викентьич, а можно вопрос про вашу личную жизнь? Прекратите. Прекратите. У вас девушка есть? Разумеется. Серьезно? Да. Красивая. Простите. Извините меня, пожалуйста, ради бога. Я просто… У меня совершенно с вашим образом не вяжется. Простите. Знаете, это очень оскорбительно. Вы… Вы вынуждаете мне написать заявление об оскорблении чести и достоинства. Олег, у Ворониных микроскоп пропал. Вот как. А я, представь себе, его нашел. Да. Теперь есть доказательства. Ну, конечно, знаю. Я же сыщик. Шерлок, мать его, Холмс. Так. И кто убийца? Алло? Алло? Как можно быть таким тупым, чтобы прятаться в своей хате? Из нас двоих ствол у меня. И кто из нас тупой? А? Алло? Алло? Что? Что? Пожар. Сюда. Сюда. Я умру. Не умрете. У нас еще пять минут. Ровно пять минут. Так. Дом деревянный. Пожар. Пожар. Блин. Здесь через пять минут будет два гугленных трупа. Я звоню маме. Рано. Есть идея. Сюда. Так. Вина. Вы идете первый. Я страхую. Нет. Нет. Твоя лепенистка. Вот вы мне и покажете. Спокойно. Все будет хорошо. Смотрите на меня. Делайте все, как я. Думайте о маме. Нет, нет. Перебрасывайте ногу. Нет. Черт. Зина. Нет времени тупить. Вы первая. А я знала, что этим кончится. Ладно. Смотрите. Перекидывайте ногу. Вилкас. Вилкас. Я вас ненавижу. Зина. Вы мужик. Вперед. Боже. Давайте. Боже. Мама. Спускай. Здесь Вилкас. Пошел. Мама. Я смелый. Зина. Молодец. Давайте. Я смелый. Вперед, вперед. Мамочка. Даже весело. Мама. За мной, за мной, за мной. Ага. Молодежь. Мама. Вилкас. Черт. Черт. Вилкас. Молодец. Вы сумасшедшая. Не благодарите, Зина Юрий Евгеньевич. Я, я руки поранил. Мне помощь нужна. Нам очень повезло. Алло. Еще бы. Да я про улики. Судомедэксперт Вилкас. Следователь Гончар. Давно был на службу? Да. Понятно. Так. Жалко ноги почти. Ну, ничего. Ничего, ничего. Так. Четово. Ты ж падла. Привет. Что это у вас тут за ролевые игры? Ты чего? Инга Викторовна, я рад вас видеть. Это не игры. Я работал под прикрытием. Понятно. И как вас угораздило-то? Вы мне лучше скажите, как вы меня нашли? Я вообще-то участкового искала. Вы же, оказывается, в розыск объявили. Ага. Ну, еще у нас и домашница, оказывается. Отголоски трудного детства. Салимов уверяет, что когда он вошел в дом, то в Воронино были мертвы. Он стащил микроскоп, прятать его не смог, потому что боялся, что сопрут. Когда я начал его прессовать, он немножко запаниковал и решил светить. В убийстве не признается. Скажите, а вы закончили работу с трупами? Или вы без этого не можете? Инга Викторовна, извините меня, пожалуйста. В отстойнике ванны кровь Якова. Большая концентрация. А вот теперь все становится понятным. А я все думала, как убийце удалось не оставить следов. Да, я тебе догадаюсь. Убийца выпил всю кровь, а потом его стошнило в ванной. Отличная попытка. А вы, Ростик, что думаете, догадались? Конечно. Только вот зачем он выпил кровь? Короче, убийца был в защите и бахилах. В ванной он смывал с себя кровь. Биологических следов третьего в квартире нет. О чем это говорит? Участкова не убивал. Так? Человек, который не может спрятать краденое, не мог подготовить плащ, убить, смыть с себя кровь, стащить микроскоп и уйти. Мотив убийства Ворониной был другой. Тот же, за который хотели убить вас и Зиновья. Хотите найти ответ у мертвых? У Ворониной ожоги, местами зажившие. У Воронина. Травма коленного сустава. Явный сильный точечный удар. Вот в этой области. А что у них там за неприятности были месяц назад? Надо по линии их работы искать. Для этого есть полиция. Заниматься этим буду я. Ручки. И аккуратно. Ну, в принципе, да, правильно. После ваших успехов в ролевых играх я в вашем успехе в этом деле ни капельки не сомневаюсь. Не было никаких ролевых игр. Я запрещаю вам вмешиваться. А кто будет преступников ловить, пока полиция балуется? Ой. Вы, наверное, хотите встретиться с профессором Гринбергом? Ну, они же генетики Воронина. Иначе с Гринбергом общаются. Ростик, ты гей. Это очень правильная идея. Не встретитесь. Я пытался проконсультироваться. Дальше приемной не прошу. А для меня Гринберг сделает все. Ну, отлично. А я займусь покушением. Кто-то же вас запер и поджег дом. На связи и в даче. Ростик, сегодня явно твой день. Слушай, а ты для меня сделаешь все? Конечно. Смотри, вытяни из этого максимум инфы. Вот просто все, что сможешь узнать. А что это? Понятия не имею. А ты узнаешь. Эй! Ой! Извиняюсь. Нет, нет, нет. Я вам помогать не буду. Аркадий Ефимович, пожалуйста. Ну, вы даже не знаете, о чем идет речь. Ну, о генетике, я полагаю. Вы меня знаете. Я за счет просто к нискому не ставлю. Какой стати? Ну, пожалуйста. Ну, я вас очень прошу. Ну, вы меня очень выручите. Я все, что угодно для вас сделаю. Вот все, что угодно просите. В разумных пределах. Знаете, Инга, я ведь был дружен с Ворониной. Яша и Оленька были помешаны на работе. Яшка даже себе выписал микроскоп лучше, чем в нашей лаборатории. Олька тогда его такой скандал закатила. У них дочка в Бостоне, а Яшка все билетные деньги потратила. А у них могли быть враги? Ну, как сказать, месяц тому Яша и Оля напечатали одну опрометчивую статью по Евгенике. О позитивной селекции человека. Это было ошибкой. На них навесили ярлыки, обозвали фашистами. Хотя речь шла всего лишь о борьбе с наследственными болезнями. Ровно месяц назад Воронина тогда получает ожоги, а ее супруг – травму колена. И травмы эти не бытовые. Не бытовые. Были заявления от них. Ее облили бензином и подожгли, а в Воронина на заправке бросили коктейль Молотова. Но он не разбился. Попал в колено. Остались отпечатки. Преступник думал, что они сгорят, но совпадений по базе данных нет. Да, совпадений нет. Зато есть взаимосвязь. Какой-то псих хотел причинить Воронину вред из-за статьи. И в конце концов убил. А когда понял, что следствие не поверит в бытовуху, решил все сжечь вместе с уликами. Бинго. Не благодарить. Инга Викторовна, вы претендуете на роль сыщика после встречи с Гринбергом. Как вам удалось расположить его к себе? Взятку дала. Это дискриминация по половому признаку. Отнюдь, отнюдь. Это классическая эксплуатация. За месяц успеешь. Успеете, успеете. Там всего тысячу страниц набрают. Заодно мою новую книгу почитаете. Что молчите? Не могу сдержать восторг. Опять бутылки. Знаете, я удивляюсь, какие вы чары применили, чтобы заставить следователя выдать вам вещдоки из архива? Ну, разные бывают способы. Нежное слово, добрый взгляд. А иногда просто надавить. Надеюсь, Олег Анатольевич выжил. Вы такой остроумный бываете, Зиновий Евгеньевич. Как здоровье вашей матушки? Здоровье матушки нормальное. Почему спросили? Хочу наладить с вами дружеский контакт. Я хотела бы вас, как видного специалиста, очень сильно попросить помочь мне. Прокомментировать, как-то эти отпечатки. Про видного специалиста это листь сейчас было? Нет. Нет, конечно. Ну, тогда я вам скажу. Есть одна особенность. Так. Какая? Не скажу. Жаль, жаль. Придется обратиться к более высококвалифицированному специалисту. Нет, 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 нет. Я скажу. У того, кто бросал бутылку, травма большого пальца на правой руке. Зиновий Евгеньевич, это не серьезно. Да я это знала и так, без вас. Вы можете что-то более конкретное дать, что-то нужное? Нет, это детский сад просто. Вы ничего не знали. Простите, Инга Викторовна, по поводу отпечатков с дефектом дистальной фланги большого пальца. Поднимут следы двуокис титана. А это значит… Зиновий Евгеньевич, я благодарю вас. Мы справились без вас, к сожалению. Или к счастью. Рустик, что такое двуокис титана? Рутил. Олег Анатольевич, ну пожалуйста. Хорошо, я возьму вас с собой. Колите, что нашли. Фланга большого пальца и… Рутил на руках. А я понятия не имею, что это такое. Я даже… Я в Википедию читала. В квантовых генераторах света используется. Поехали, быстро. Куда? По стройкам. Квантовый генератор света искать? Давайте на моей. Давайте. Инга Викторовна, не расстраивайтесь. Вы все-таки женщина и все знать не обязаны. А так хотелось ваши стереотипы о женщинах разрушить. Рутил используют в сварочных электродах. Он, сварщик. У него обрезан палец. Мы найдем его в два счета. Поехали. Степаныч, взяли мы одного только Лорионова. Он уже два раза на Воронинах нападал. Он абсолютный псих. Повернут на сопротивление Евгеники. Себя считает воином света, а их воплощением тьмы. Он в теории мог и их убить, и дом поджечь. Все. Теперь уходи и не вмешивайся. Взяли убийцу. Прекрасно. Алло. Алло, Инга. Поэтому я их убью. Бежит признание. Олег, отстегните его. Нет, Инга. Гражданин Лорионов, посмотрите в камеру, пожалуйста. Ровненько стойте. Улыбочку. Благодарю. Присядьте ПК. Я боюсь спросить, а где-то есть тайная коллекция селфи с мертвецами? Я могу вам там тоже страничку оставить, если хотите. Олег Лорионов, это не тот, кто нам нужен. А как же его признание? Да у него болезнь наследственная. А статью Ворониных он воспринял, как призыв к уничтожению себе подобных. Это он. Вы отталкиваетесь от того, что вам говорит псих. Он сумасшедший, он хочет славы. А псих не может убить? Он рассказал, как ножом убил Воронина. Как воткнул нож в ребро. Как ударил молотком его жену. Он, в отличие от вас, умеет гуглить. То есть кто-то сливает информацию? Ну, кто информацию сливает, мы выясним. Я подозреваю, что вот Лысый с его блогом. Нам нужен следственный эксперимент. Да он сгорел. Я построю новый. Придержите дело. Так, давай, Ростик. Ну куда ты? Ну не в ванную, в прихожую. Инга Викторовна, авантюра? Я предчувствую провал. Вы не бойтесь, Олег Анатольевич. Просто доверьтесь мне и все будет хорошо. Хорошо. Следственный эксперимент по делу 1217 проводится на макете, выстроенном в натуральную величину Зина. Согласно размерам квартиры Воронина, сгоревшей во время пожара. Начинаем. Пожалуйста. Зина Викторович, если это видео попадет в ваш блог, я вас посажу на 15 суток с уголовниками. Гражданин Лорионов, пожалуйста, продемонстрируйте нам, как вы ударили Ольгу Воронину. Стоп! Замрите. Пожалуйста, обратите внимание на то, что сейчас ваша рука находится в воображаемой плоскости потолка. То есть на чердаке. Ну если бы плоскость была невоображаемой, то… Достаточно, достаточно. Благодарю. Мы все поняли. Пройдите теперь, пожалуйста, в прихожую и покажите, как вы добили жертву. Упс! Простите, я разволновался. Можно еще раз? Да-да, конечно, пожалуйста. Вот так! Вот так! Вот так! Да, суку я ее добивал! Вот так! Мне все понятно. Да, суку я ее добивал! Вот так! Ну, рост я по селфи прикинула. Я свой рост сопоставила с ростом Ларионова. Инга права. Ларионов под два метра. Если бы он бил молотком, он зацепил бы и потолок, и дверь. А там следов не было. Поэтому убить Воронину он не мог. Нет, убить он мог. А вот теперь я не понял. Ты можешь по-человечески объяснить? Нет, убить он мог. Вы же видели на следственном эксперименте. Рост ему не мешал. Ну, так какого черта ты? Ну, это не он. Это не он. Смотрите. Смотрите. Четкая геометрия сдвига затылочной кости. Удар точно в середину опухол. Такой характер повреждений затылочной кости говорит о том, что удар был произведен параллельно полу перпендикулярно плоскости черепа. Лорионов с его огромным двухметровым ростом в этой клетушке он физически не мог нанести именно этот параллельный полу удар, который привел к смерти Воронина. И мы бы этого не узнали, если бы не построили макет. Да, понятно. То есть дело мы не закрываем. А мне звонили влиятельные люди. Ну, может в прокуратуру обратиться? Оттуда тоже звонили. Да, и мне. Требует или закрывать дело по первой версии, или придавить убийцу и предоставить его в суд. Кто-то за ниточки дергает. Ниточки. Кстати, о ниточках. У вас идея какая-то? Я с вами. Ребята, вы мне расскажете. Там, короче, одна семейная пара, Воронин, должны были квартиру продать, но в последний момент что-то отхиканули. Ну, и мне надо было на них надавить, там, сказать, что могут обнаружить наркоту и, в общем, их посадят. Угу. А как вы выразились, крендель вот этот? Инга Викторовна, я попрошу. Что за крендель? Имя как выглядит? Грановский, Марк. Марк Грановский. Адвокат. Может, приказать что-то принести? Чай, кофе, леденцы, сосательные. Марк Андреевич, с какой целью вы просили участкового Салимова надавить на Ворониных? На ваши вопросы я буду отвечать в официальном ключе, если не сочту их глупыми, как этот. Марк, хватит важничать. Помоги нам. Надо понять, кто толкает следствие, от кого идет сигнал. А ты не знаешь? Нет. Колись. Поужинаем. Легко. Так от кого? От нас. Инга Викторовна, а когда ваш Марк натравливал Салимова, он знал, что Воронины будут убиты? Слушай, ну, Марк интересы стрима представляет. Ему все равно, ему надо, чтобы дело было закрыто любой ценой. Документы оформлены, бульдозеры стоят на низком старте, им надо строить свой логистический центр, им все равно. Ну, понятно. Марк подергал за ниточки и на нас надавили. Но убивать зачем? За тем, что Воронины так сильно любили свою квартиру, что не хотели ее продавать. Она им была дорога, как память. Они в завещании даже прописали, что если с ними что-нибудь случится, то квартира должна отойти городу. Но вариант убийства друг друга в завещании учтен не был. Вот именно. Портнов Виталий Андреевич, 75-го года рождения, женат, есть сын, директор компании «Стрим», начинал деятельность в 90-е, получил тогда же кличку «Бульдозер». Так, посмотрим, что за трактор. Инга, у меня к вам не просьба, а приказ. Так. Не вмешиваться. Наблюдайте с позиции судмедэксперта. И молчите. Я всегда так делаю. Марк! Прошу, Виталий Андреевич. Я буду молчать. Вопросы задавайте моему адвокату. Я отвечать буду только с его санкции. Скажите, а зачем столько крови? Вот если земля была так нужна, почему просто дом не сжечь? Зачем людей убивать? Я протестую. Немедленно извинитесь или предоставьте доказательства. Извините. Это выходка. Вы, Олег Анатольевич, перед кем сейчас извиняетесь? Перед убийцей или перед его адвокатом? Доказательства тебе нужны? Да. На. Вот. Что это? Пуговичка. От спецкостюма. Общевойсковой защитный комплект ОЗК. У нас же Портнов самый умный, правда? Все предусмотрел. Сделал копию ключа, когда был в гостях у Ворониных и просил их отказаться от квартиры. Слепочек снял. На складе взял защитный костюм. Взял несколько бутылок от водки. Пришел дом Ворониных. Приоделся в костюм в соседней квартире. Дальше зашел в квартиру и спокойно поджидал, пока хозяева вернутся. Что за черт? Яков всадил четыре удара ножом в грудь. Последний удар пришелся точно в ребро. А если ножичек в ребре застрял, то вытащить его очень сложно. Поэтому замешкался и… Убью! Пульгу ударил не сильно. Она побежала, добежала до прихожей. К тому же он добил ее ударом в затылок. Дальше зашел в ванную. Смыл с защитной одежды кровь. Вышел в соседнюю квартиру, по той же схеме переоделся и ушел. А дальше позвонил к Грановскому. Марк, запускай мента. Трупы же долго могут пролежать, а время не ждет. На кону большие бабки. А дальше самое интересное. Мы с Зиновием, когда узнал, что дело не закрыто и что в доме находятся эксперты, решил сжечь дом. Вместе с экспертами заодно. Но только вот одна маленькая-маленькая деталь. Пуговицы на защитном костюме обработаны вазелином. Костюм же со склада. Когда костюм надевают, пуговички застегивают голыми руками. И только потом перчатки. И если пальчики на этой пуговице совпадут с вашим, а я очень на это надеюсь, то убийца вы. Виталий Андреевич. Наплевать. Бизнес на жене, там все и без меня построят. Сейчас сяду, через три года выйду. А с моим гребом меня на зоне как родного примут. Считай, что на курорт съезжу отдохну. Виталий Андреевич. Заткнись. А тебя, Вобла, я хорошо запомнил. Пока буду сидеть, тебя пальцем не тронут. А когда выйду, собственными руками придушу. Я всегда душу тех, кто переходит мне дорогу. Не знаю. Я требую отразить в протоколе, что мой клиент добровольно пришел в полицию, с чистосердечным признанием. Что вы за люди. Пока, милый. Я буду ждать тебя. А когда откинешься, с удовольствием превышу меры самообороны. А Грановский меня отмажет. Правда, Марк? Так ведь у вас делается. О. Сколько работаю, не могу привыкнуть, что люди могут лишать жизни других людей просто так, на правах бульдозера. Так странно это, Олег Анатольевич. Наша профессия обычно нас совершенно равнодушными делает к таким вещам. А вы каким-то невероятным образом сохранили в себе сердце. Видимо, вы очень хороший человек. Я... Это... Инга. Доброй ночи. Давайте с вами отметим окончание дела. Олег, я... Я Грановскому обещала поужинать с ним сегодня. Ясно. Доброй ночи. Ясно. Ясно. Так... Гринберг АИ. Страница номер один. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok